Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Тонким перышком в тетрадь. Красный крест помогает собирать детей в школу. Я очень рада. Всем-всем. И низкий поклон. Как присоединиться. Включить свет и спасти жизнь. Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию. Забывая свет включать. Кого уже привлекли к ответственности. Предстартовый разбор. Хоккейный клуб «Динамошинник» провел пресс-конференцию. Мы должны в тройку попасть в своем дивизионе. Где состоятся первые матчи. А также продовольственная безопасность, экспортный рейтинг и запретный лес. В Беларуси продолжают действовать ограничения на посещение массивов. Когда можно будет отправиться на природу. Кадры решают все. Президент продолжает серию поездок по теме развития сельхозпроизводства и агропромышленного комплекса. На этот раз Александр Лукашенко посетил Крупский район. В частности, объекты, которые находятся в ведении комбината Держинский. Здесь главе государства доложили о ходе полевых работ в стране и регионе. Речь также пошла о состоянии и перспективах развития АПК Минской области. В том числе интеграционных структур. У нас полный бардак и разболтанность в кадрах. Надо сделать так, чтобы кадры, их движение были под контролем. А не то, что да я бросил, я пойду там, мне что-то заплатят, я буду в шоколаде. Ты образование получил, за государственный счет будь добр работать. Да, надо какое-то перемещение. В свое время у нас так и было. Все, в райком партии согласовал там и пошел. Так и у вас. Все руководители должны с его представления, с его назначаться руководителем. Тобой, твоего уровня, я уже с тобой на эту тему говорил. А он должен своих специалистов, подчиненных, также согласовывать прием увольнения. Хоть, решил, уволился, езжай, пожалуйста, работать. Но должно быть под контролем. Это не крепостное право. Но если мы хотим сохранить себя, спасти себя, это вопрос безопасности, это вопрос национальных интересов, это вопрос независимости. Кадры решают все. Президент также обратил внимание на необходимые заготовки качественных кормов. Как доложил главе государства министр сельского хозяйства и продовольствия, в стране осталось убрать меньше 3% площадей. Урожай зерновых и зернобобовых уже составил 10 миллионов 700 тысяч тонн. Временно закрытые. На строителей горел торговый павильон. О ЧП около 14.30 и 31 августа сообщил прохожий. До прибытия спасатели и работники самостоятельно покинули место происшествия. Как выяснилось, позже полыхали картонные коробки. С них огонь перекинулся на магазин. В результате поврежден сайдинг и задняя стена помещения. За день до этого сотрудники МЧС тушили сарай в Бобруйском районе. По прибытию первых подразделений МЧС наблюдалось горение. Создалось плотное задымление. Со слов хозяевов, внутри данных хозпостроек никого не было. Спасатели справились с данным возгоранием, ликвидировали его в кратчайшие сроки. В результате повреждено некоторое имущество перекрытия кровля в данном сарае. Страдавших нет, причина выясняется. Еще один пожар произошел ночью в пятницу. На Держинского около половины первого горел четырехквартирный дом. По прибытию спасателей часть строения полыхала открытым пламенем. Уничтожено имущество, повреждены стены, потолок и частичное перекрытие. Причина выясняется. Овощной бум, дополнительный рейс и оригинальный бьюти-набор. В республике планируют выпускать косметику из торфа. В чем ее польза? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь вошла в топ-10 стран по экспорту свежего мяса курицы. Почти 2,5% всех мировых поставок в прошлом году пришлось на долю нашей республики. За рубеж продали продукции на 179 миллионов долларов. На 16-й строчке мы и в рейтинге по отправке замороженной птицы. В пятерке Нидерланды, Польша, США, Бельгия и Германия. В стране ожидается снижение цен на овощи и фрукты. Связано это с большим урожаем. Объем производства многократно превышает потребление. Хватит для торговли, общепита и социальных учреждений. Сейчас прорабатывается вопрос сохранности картофеля до лета, без потерь и в хорошем состоянии. В республике планируют выпускать косметику из торфа. В его структуре содержится множество микроэлементов. Добыто более 2 миллионов тонн полезного ископаемого. Из него производят классические брикеты и грунты для выращивания грибов. Появляются и новые направления по использованию сырья. БелЖД назначила дополнительные поезда ко дню белорусской письменности на 3 и 4 сентября. Всего будут курсировать 38 составов региональных линий эконом-класса по маршруту Гомель-Добруш. Подробности на официальном сайте перевозчика или по единому номеру 105. В Беларуси продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов. До прихода дождей по-прежнему велик риск возникновения пожаров. Нарушителям грозят штрафы от 384 рублей. Если массиву будет причинен ущерб, то сумма вырастет до 960. Отправиться на природу можно только в четырех районах страны. Время добрых дел. Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Соберем детей в школу». Помогают семьям с низким уровнем дохода, а также ребятам с инвалидностью. Волонтеры привозят все необходимое. Как канцелярские принадлежности, так и средства гигиены. Бобруйский поддержку получили уже больше 50 человек. Я как бы никуда не обращалась. А сейчас вот я очень рада всем-всем. И низкий поклон, кто помогал нам и помогает. И Красному Кресту тоже самое. Они ко мне так чутко подошли, они предложили свою помощь. Я очень рада. Благодаря такой помощи полностью готовы к новому учебному году свыше семи тысяч детей по всей стране. Акция еще продолжается. До 15 сентября присоединиться к ней может любой желающий. Безопасная дорога к знаниям. В Беларуси продолжается акция «Внимание, дети». Призвать школьников, родителей и самих водителей быть бдительными. Такая задача стоит у сотрудников госавтоинспекции. Только за неделю в Бобруйске к ответственности привлечены 105 автомобилистов. Что грозит нарушителям, знает Ольга Васенда. Минская главная магистраль города. Кругом школы, детские сады, колледж. С начала учебного года сотрудники ГАИ усилили контроль. Водители в светлое время суток должны ехать с включенным ближним светом фар. Нарушителей много. Воправдание, забывчивость, спешка или уверенность, что пронесет. Да, нарушил, ехал без ближнего света фар, хотя он тоже знал, что проходит вот эта акция. Ну, бывает иногда, не обращаешь, мне очень такие вот. Потом приходится штраф платить. А впервые нарушаете? Да, первый раз только остановили за подобное. Выходишь, часто садишься в машину и забываешь свет включать. А знали, что акция проходит? Знал, да. Дети у края проезжей части для водителей – настоящий сигнал опасности. Порой они нетерпеливы и неосмотрительны, поэтому часто перебегают дорогу без оглядки. Дневной свет фар – способ привлечь их внимание. Безопасность детей в первую очередь – ответственность родителей. Научите ребенка простым, но таким важным правилам. Переходя дорогу, нужно убрать телефон, снять наушники и посмотреть по сторонам. Самое главное – убедиться в том, что машины пропускают. Возьмите ребенка за руку. Это напоминание все чаще можно встретить возле учебных заведений. Все для того, чтобы путь в храм знаний был безопасным. К слову, в обновленном ПДД, которое вступит в силу уже с 22 сентября, акция закрепится на постоянной основе. За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в размере до трех базовых величин. С начала текущего года на территории города Бобруська дорожно-транспортных происшествий, поджижающих учетов с участием детей, зарегистрировано не было. К ответственности с начала акции привлечено уже больше ста человек. Госавтоинспекторы обращают внимание и на наличие бустеров. Этот пункт ПДД только за неделю нарушили 47 водителей. Помните, автокресло сокращает смертность детей в авариях аж на 70%. Долгосрочный проект в Бобруське прошла пресс-конференция представителей хоккейного клуба «Динамошинник». На вопросы журналистов ответили главный тренер команды и генеральный менеджер. Так стало понятно, что клуб будет демонстрировать агрессивную и зрелищную игру. Миссия развития отечественного хоккея не исключено, что в будущем именно эти ребята примут эстафету национальной сборной страны. У любой команды есть свои задачи, мы себя не будем снимать, потому что зачем тогда выходить и играть, если просто развитие, то мы могли бы на улицу выйти и развиваться. Задача стоит поставлена на этот сезон, то есть мы должны в тройку попасть в своем дивизионе. Первые матчи «Динамошинник» проведет в Минске. Бортовая система на Бобруськ-арене не соответствует требованиям лиги. Над решением проблемы уже работают специалисты. Возвращение на родной лед запланировано в ноябре. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок